К нам, кстати, присоединяется сейчас журналист, политический деятель Андрей Андреевич Пянтковский. С ним обсудим эту тему и множество других. Андрей Андреевич, приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый день, Владимир. Добрый день, Сергей. Андрей Андреевич, как вы считаете, почему прозвучало это заявление Борреля, и как вы объясняете такую странную позицию самого главы европейской дипломатии, согласно которой, с одной стороны, европейские государства не могут полагаться на свои собственные армии, с другой стороны, он против создания общей армии Европейского Союза. Ну, это европейская армия, это мечта европейских политиков в течение последних 70 лет. Они чувствуют, ну, некоторую неловкость, что ли, что они находятся под ядерным и зонтиком Соединенных Штатов, и вся их безопасность в рамках НАТО зависит от мощи американской армии. Ну, и потом все время задают свои вопросы, Андрофф, как бы один прекрасный день, губерниканцы не будут защищать Европу и так далее. Особенно они напряглись во время президентства Трампа, когда были очень серьезные политические разнокрасии с европейцами. Но все это оказалось пустыми разговорами. 70 лет они говорят, и ничего абсолютно не делается. И вот тут вдруг неожиданно появилась мощная европейская армия. Этой армией являются вооруженные силы Украины. И, по-моему, на этом нужно в этой дискуссии поставить точку, закончить ее и сделать все возможное, чтобы максимально эффективно вооружить эту единственную европейскую армию, прекрасно справляющую свои исторические задачи защиты Европы от вторжения с Востока, снабдить ее самым современным западным оружием. А думают на несколько шагов вперед? Ведь настанет тот момент, когда Украина победит в этой войне, развязанной Российской Федерацией. И Европейскому Союзу так или иначе придется каким-то образом готовиться к, пускай даже той войне, которая никогда не состоится, но быть готовым к возможному варианту развития событий, согласно которому, не знаю, Россия вновь сойдет с ума и вновь захочет захватить весь мир. Ну, может, она сойдет с ума, но я напомню, что министр обороны Соединенных Штатов Лой Тостин, отвечая на вопрос о целях войны в Киеве 25 апреля, сказал победу Украины, полное восстановление ее территориальной страны и ослабление России для такой степени, чтобы она никогда больше не могла повторить эту агрессию. И гарантом этого ослабления России будет мощная украинская армия, член, естественно, НАТО. И, ну, строго говоря, вот еще раз повторю, никакой другой европейской армии тогда Европе не понадобится, потому что эта европейская армия прекрасно справляется со своей миссией, а никакой другой они создать все равно не смогут. Вот тут другой вопрос, который нас должен увновать. Под эти разговоры о том, что вот у нас такие маленькие армии, игрушечные, пытаются отдельные политики и государственные деятели Запада сократить поток вооружения в России. А что, если мы все отдадим украинцам, чем же мы себя будем защищать? Так поймите, что украинцы сейчас вас как раз и защищают. Вот если они вас защитят и остановят российскую агрессию, у вас не будет уже никаких проблем. И вам не надо будет задать вопрос, чем нам снова защищать. А вот если, столкнувшись с недостатком современного оружия, Украина уступит. Ну, честно, теоретически теперь уже ясно, что это никогда не случится. Но оружие, которое готовы у вас в военно-промышленный комплекс, нужно использовать сегодня максимально. Потому что сегодня решается вопрос защиты Европы. Ну, вот, кстати, война в Украине заставила страны Евросоюза задуматься не только о своих армиях, но и о экономике в первую очередь. И вот тот же Боррель говорит, что цена свободы, которую нужно заплатить. Он предупредил о проблемах в ЕС из-за санкций. Энергетический кризис станет самым большим вызовом для ЕС после долгового кризиса и пандемии коронавируса. Понятно, что много проблем будет тяжело. Но как вы считаете, Европа из этой ситуации в итоге выйдет сильнее, чем она сейчас? Поможет ли вот то, что сейчас происходит, избавиться от каких-то противоречий и стать действительно более монолитной? Ну, во-первых, прежде всего, это проблемы. Это, конечно, серьезные проблемы. Там душ можно принимать не три раза в день, а полтора. Но разве эти проблемы сравнимы с теми, которыми сталкивается украинский народ, украинское общество, украинская армия, с той ценой громадной, которую платит Украина? Вот, между прочим, этот вопрос, это не мой риторический вопрос. Этот вопрос и поднимает 20 ведущих американских политических экспертов, военачальников, дипломатов в своем манифесте Байдену о заглавленном Украине. Америка должна вооружить Украину сейчас, а не когда раньше, чем это будет поздно. Он подчеркивает, что речь идет не просто о моральном долге, каких-то моральных обязательствах, речь идет о самой непосредственной угрозе безопасности Соединенных Штатов, что Украина сейчас вот той ценой громадной, которую она платит за эту войну, она спасает в том числе и жизни десятков тысяч американских солдат, которым в случае победы, успеха Путина пришлось бы потом сражаться на так называемых «article five territory», как все время повторяет Байден, мы будем сражаться за каждый дюйм «article five territory», только пока за этот каждый дюйм, за все эти дюймы сражается украинская армия. Но, видимо, понимание вот этой всей ситуации приходит постепенно, и далеко не все еще четко осознают, что происходит. В частности, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаил Кречмер заявил о том, что пора бы заморозить войну Россия против Украины. Ну, то есть, по сути дела, своей риторикой он в какой-то степени занимает позицию вот как раз агрессора и помогает ему. В связи с этим на сегодняшний день Михаил Кречмер объявлен нежелательным гостем в Украине, и предложение, которое прозвучало ранее, посетить Киев, отменено. Почему это происходит, Андрей Андреевич, как вы считаете? Ну, элементарная статистика, сколько федеральных земель в Германии? Ну, наверное, примерно так, 12-15. Ну, один полезный буржуазный идиот всегда найдется, я не говорю. Ну, если Папа Римский повторяет ту же хрень, как этот самый Кречный, вот почему бы аналогичное, между прочим, решение не принять Украине в отношении Папы Франциского? Тем более, что он куда-то собирается. Сначала, говорит, я, прежде всего, конечно, в Москву поеду, а потом уже заеду в Украину с ними. Да, да, если не ошибаюсь, он Донецк решил посетить. Да, 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 даже не Киев, а Донецк. Да нет, ну, это Папа, это, ну, во-первых, тут две причины его безумного вовлечения. Ну, во-первых, его происхождение, это он аргентинский, крайний такой левак. У них такая школа религиозная, там было леваков, основанная на ненависти к империализму. Во всем виноват американский империализм. Поэтому вот и на эту войну он смотрит вот через призму своего идеологического фанатизма левого, что раз Запад поддерживает Украину, ну, а Запад – это всегда зло в их представлении, значит, он должен поддерживать Россию. И есть еще более мелкая и низкая цель. Он униженно лебезит перед Москвой, надеясь, почему-то, почему-то ему тоже хочется, что его удостоят встречи с старым чекистом Михаилом в миру Гундяев, который является, изображает из себя патриарха всей России Кирилла. Вот ему то обещают эту встречу, то замораживают и так далее. Ну, в общем, в связи с этим папой абсолютно все ясно. Я хочу сказать, другой отвечаю на ваш вопрос. Такие тенденции, они были с самого начала. Но вот что меня приятно удивило, вот в цикле поздравлений западных лидеров Зеленскому с Днем Независимости, таких мотивов не звучало. Они все были очень решительные. Даже Макрона и Шольца. Никаких вот там не унижайте Путина, давайте спасем лицо, нет. И вот, видимо, опираясь и на эту поддержку, ну, прежде всего, поддержку украинского общества, Зеленский произнес такие исторические слова. Мы не хотим мира, мы хотим победы. Да, ну вот объясните, пожалуйста, Андрей Андреевич, вот такие заявления, как этот Кречмер, да, российская пропаганда использует очень активно каждое такое заявление. На основании таких заявлений они пытаются доказать, показать своим зрителям, что вот в Европе именно такие мнения преобладают, да, что Европа скоро изменит позицию консолидированную, а может быть и вообще развалится. Вот объясните, пожалуйста, почему это не так? Вот развейте этот миф так, чтобы стало понятно. Ну, я уже частично об этом сказал, что такая точка зрения присутствует на Западе. Странно, чтобы его не было. Ну, начинали-то мы с чего? Вспомните саммит в Женеве между Байденом и Путиным. И Байден, как попугай, повторял за Путиным, что Зеленский должен выполнять Минские соглашения. Но в первый же день возвращения в Вашингтон он был встречен с заголовками позора, и Путин получил от Байдена все, что хотел. Причем так его характеризовали основные органы его же демократической партии. Вот это год такой напряженной борьбы, в которой, кстати, большую роль сыграло телевидение и украинское, и всемирное, показывая картины войны во всех американских гостинах. И громадная поддержка общественного мнения. И она заставляет политиков смещаться вот от этого вектора, давайте не будем унижать Путина, и давайте. Да еще, ну, опять же, еще несколько месяцев назад приезжали три европейских лидера в Киев с итальянским планом мира прекращения огня, и начинаются двухсторонние российско-украинские приговоры, как говорилось в этом спорных территориях. И сейчас еще Эрдоган пытается склонить Украину к капитулянству. Но это все уходящая натура. Вот та точка зрения, которая сформулирована вот в этом манифесте 20 выдающихся американцев, она побеждает. Прежде всего, в Соединенных Штатах и даже в Европе. А много ли людей разделяют позицию, ну, скажем, таких представителей Европы, как министра иностранных дел Феоргян Алина Бербок? Она как раз четко заявила, что перемирие может наступить в любой момент. Это зависит буквально от того, чтобы Путин прекратил отдавать команды об обстрелах украинских городов и населенных пунктов и закончил войну. Ну, вы знаете, я еще раз повторю, что вот заявление лидеров Запада на Кремской платформе 23-го числа и в поздравлениях Зеленского 24-го, тех же европейцев, они очень близки к этой позиции. Ну, например, тот же Шольц, кроме того, сделал невероятное для германского канцлера, он поставил на одну доску преступления гитлеризма и сталинизма. Это очень важно. Как раз напомнив его встречу с канадским премиум-министром 23 февраля, 23 февраля это же дата подписания пакта Молоту-Лебентропы, и она принята Европейским Союзом как день памяти жертвы двух тоталитарных режимов Сталинского и Гитлера. Это очень важная идеологическая поддержка Украины. Андрей Андреевич, теперь немного о другом. Ситуация на Запорожской атомной электростанции. В контексте ядерного шантажа, который Путин устроил всему миру, как вы считаете, можно ли называть этот шантаж удачным, вообще вот эту всю спецоперацию, или Путин в итоге в ней проигрывает? В контексте того, что вот на днях туда уже все-таки приедет миссия МАГАТЭ, однако как она приедет? Путинский ядерный шантаж продолжается 15 лет, и он 15 лет был очень успешным. Почему не приняли Украину и НАТО еще в 2008 году говорить? Потому что как бы не пропровоцировать Путина, а вдруг он там ядерное оружие применит и так далее. Благодаря этому шантажу прошел безнаказанная агрессия против Грузии, аннексия Крыма и так далее. Но Запад в конце концов, и на этот шантаж он ставил ставку в той войне, которую он объявил всему Западу 15 декабря, предоставив ему ультиматум «убирайте, собирайте ваши манатки и выбирайтесь вон». Он был убежден, что он очень быстро победит Украину, и в ореоле этого победителя окажется на пороге балтийские государства и потребует капитуляции от НАТО. угрожая им использованием ядерным оружием. Он же откровенно признался в этом на пресс-конференции с Макроном 5 февраля, когда он был на вершине такой своей эйфории и мнимому могуществу. Да, сказал он, мы уступаем Западу на конвенциональном уровне, но мы превосходим, у нас там более совершенное ядерное и так далее. То есть он сказал явно, да, наша армия слабее вас, но мы будем использовать ядерное оружие, а вы испугаетесь и отступите. Но вот это, во-первых, он провалился в Украине и выяснилось, что он не только слабее конвенционально НАТО в целом, как он сказал, но просто одной Украины, вооруженной современным оружием. А во-вторых, ему очень твердо ответили по прямым каналам и открыто, публично. Первым, кстати, это сделал еще публичный Борис Джонсон, когда он начал что-то говорить о возможности использования ядерного оружия в Украине, что ему Запад не капитулирует, нанесет сокрушительный удар по России ответный, который коснется его лично. То есть на понятном для него языке, питерской подворотни, ему объяснено, что его в этом случае убьют. Тогда он перестал махать ядерными боеголовками и стал шантажировать Запад и ядерные катастрофы с другого стороны, выдвигая дикие обвинения против Украины, что она бомбит Запорожскую ГЭС и уничтожая и угрожая ядерным облакам Европы. Но ему снова ответили очень твердо и Британия, и Соединенные Штаты, что появление радиоактивного облака над Европой будет рассматриваться как ситуация, в которой автоматически заключается статья 5-я выстава НАТО, будет рассматриваться как агрессия против НАТО, и НАТО автоматически вступает в войну против России. И вот он тут тоже дает сейчас заднюю, он уже пытался удовлетвориться тем, чтобы украсть станцию, перекоммутировать ее на российской электросети. Но это непростая операция, видимо там возникли технические трудности, ведь дело в том, что мало отключить реакторы, надо обязательно после этого обеспечить какой-то электроэнергией радиостанции, потому что должны работать и холодильные системы, иначе произойдет классический Чернобыль. Вот видимо им даже этого не удалось сделать, в попытке перекоммутировать все на Россию, и сейчас он даже обратно, насколько мне известно, включено два реактора. То есть этот шантаж тоже провалился. Ему дают понять, что он проиграл, он проиграл стратегически, и он, мне кажется, он сейчас это понял, смотрите, вот тоже его политика, он попросил Эдогана добиваться перемирия, но он же заплатил колоссальную геополитическую цену Эдогану, мы только узнаем о ней. Он же сдал ему полностью Армению, сейчас Азербайджанская армия там спокойно входит в Ачинский коридор и так называемые миротворческие силы, во-первых, половина этого миротворческого сил уже похоронена в Украине, а оставшая половина не оказывает никакого сопротивления. Он сдал Эдогану Сирию и осада. Более того, самое интересное событие, связанное с Украиной, вчера Израиль нанес сокрушительный удар по иранским объектам снова в Сирию, уже не опасаясь российских С-300, они вывозены, они вывозятся из Сирии в Украину, это тоже очень показательно, это же противовоздушная оборона, но они везут использовать ее ракеты С-300 по наземным целям, потому что у русских кончаются вот эти знаменитые калибры и Посейдоны, то есть до такой степени уже нехватка этих ракет, что они везут С-300, но приспособлены, сконструированы совершенно для других целей. Все, что он хочет, он сейчас добится перемирия, и то, какую цену он заплатил Эдогану, показывает, насколько он в отчаянном положении, он же понимает, он же не глупый человек, он понимает, что Эдоган его обманет, ничего ему не удастся сделать, а вот цену-то он же заплатил на Горный Карабах, Сирии, даже Ливию, где у него тоже был контингент, он его выбил, все это он отдал Эдогану, что показывает, в каком отчаянном положении он находится. Сейчас не время шантажировать ему, никто его уже угроз не боится. Да, Андрей Андреевич, спасибо большое. Судя по всему, мы с вами станем свидетелями крушения последней империи. Ну, осталось для этого только две вещи, я все время повторяю, взорвать Крымский мост и освободить Херсон. После этого крушение империи я вам гарантирую. Давайте так договоримся. Так и договорились. Андрей Андреевич Пянковский, большое спасибо.